значит под запись игры которым недоступны фагейн онлайн игры раньше здесь расползался еще из-за того что у меня появился визи аккаунт здесь располагался располагалась игра фаллоуд одна из частей фаллоуд располагалась на фагиме поэтому у меня здесь появился аккаунт но так как сейчас здесь нету фаллоуда аккаунт остался и сегодня зайдя на эту платформу я увидел что здесь можно подать заявку на альфа тестирование я подал заёбанное альфа тестирование вот этой игры если добро дадут мы ее постримим ну а так в основном мне хотелось бы поиграть то что я ни разу не играл в этой линейке наверно миф варио и будет блэк фидер так ну по этой платформе у нас все мы переходим к следующей платформе стим мы поставим на финальный штрих переходим к батлнет получается кладдюди варзона у меня лицензионная карьеру я могу пройти нормально если вот сетевая версия кладдюди в этой части я не могу постримить она слишком более требовательна к системе поэтому она и системы лагает городов варкрафт я могу установить могу поиграть классическая версия то же самое но это показано те версии игры которые я могу поиграть а нет это уже приобрести значит вот я не могу поиграть но я играл в нее когда были бесплатные эти выходные старкрафт 2 так же могу установить поиграть уже надо приобретать чтобы поиграть так варкрафт 3 посмотрим приобрести так Diablo пробная версия понятно значит Diablo 2 так что же приобрести обычно Diablo 2 по-моему моя уже версия просто Diablo какую-то часть я покупал но код отдавал другу поиграть в общем получается в Warzone можно поиграть с кем-нибудь но без моей трансляции в Warcraft поиграть ну с трансляцией в обе части не и StarCraft 2 также можно поиграть все остальное уже приобретается здесь мы закрываем здесь получается в стороне хаос потому что я в пионерском лагере где-то 1993-1994 год пробовал себя в виде диджея в 1996 году участвовал в конкурсе диджеев но там же другая история как сказали лучше ее не озвучивать так это мы закрыли он открываем давайте откроем уплэй он почему-то онлайн онлайн версия уплэй не спускается написал разрабам так же решают вопрос ну так же то же самое что и с этим лаунчером Rockstar Games GTA 5 тоже не запускается установлены у меня сейчас Far Cry 4 и Tom Quancy Recon Wildrust Tom Quancy Breakpoint Rainbow Six и Дивизия 2 игры стратегия две штучки и остаткины доступные ну это те которые уже куплены которые установлены это вот эти пять штук которые можно установить уже идут ниже по по семь штук в ряду некоторых игр по две штуки а две штуки из-за того что вот это куплено а вот это подарочная от Ubisoft и здесь тоже вот это куплено это подарочная от Ubisoft это купленная это подарочная от друга это купленная это подарочная от Ubisoft for honor это вообще бесплатная хипер хипер rabbit candy raymond линц raymond линц степ получается тоже подарочные шекрэф первая часть подарочная шекрэф купленная крэф второй купленный здесь также располагаются подарочные купленные у меня установлены потому что купленные они это с с онпасом подарочные без с онпаса rainbow fix тест сервер 1 1 купленная тестовый сервер для дивизии 2 track mania watch docs 1 купленный 2 подарочный от гигасофта от всех игроков юбисофта я играл в bloods kick assassin black red far cry 3 far cry blood dragon crew рекон wild драсс рекон брэйппоинт и этот как он а дивизия 1 2 и rainbow sick только что дивизия 1 2 не пройдены ну это как обычно начинаешь игру и и получается кто-то куда-то позвал и под заканчивающую игру пошел куда-то позвали так что надо давайте сейчас оригин рассмотрим в оригине все что куплено но из этого мало что установлено все что установлено я потом галочку поставлю как после обзора и мы посмотрим вот получается батлан первая третья четвертая артлайн то что как бы в городе пятое порноут парадайз трассис третий nfs фиат 2 2 nfs которые вот это оригинал это ремастер ну они особо друг от друга не отличаются а most wanted это уже получается не этот не оригинал а ремастер потому что у оригинала most wanted другая картинка фэйбэк просто ревод шев ран а блин не тот питое специал длюксы шев 2 симсити титан и титан фау 2 так установлены у нас не титар установлено всего 8 Самое интересное истёк, когда он истёк, я уже года три не обновлял, сейчас он пас в регионе. Ну, в общем, получается B2, 3, 4, Apex Legends, ProStreet. Самое интересное, вот этот ProStreet не запускается, я установил ProStreet пиратский с разблокированными машинами, а запускается он через эту ачивку в лицензионной версии. Вот почему-то. NFS Rivas, NFS RUN. RUN, ну, аркадная гонка. Поиграть можно. Ну, гонка на раз-два. А все остальные гонки меня на ней уже как-то не тянет. Я хотелось бы поиграть в NFS 1, 2, 3. Те, которые появились когда-то раньше. Так. Что у нас получается? Получается рейдинг закончен. Давайте переходим в Epic Games. А нам сладенько ставим им Epic Games. Здесь, получается, игры, которые они раздают, игры, которые я сам покупал. Ну, получается, я покупал здесь игры не те как-то. чтобы они отличались от этого. От стима. Я, получается, здесь купил ремаст, крусер, крусер, крусер ремастер первую, вторую, третью часть. Борде Амс здесь подарили. Купил здесь шафронер. А, как он там? Более правильнее назвать. Это снежный основа раннера. Спинтайрос снежный. Получается, разработчик игры Спинтайрос продал часть игры. Ну, не полностью, он где-то процентов 50 продал. Разработчик Games, ну, то, что ферма разрабатывает, фарм-симулятор. Games продал 50% акций Спинтайроса и они выпустили Сноураннер. Я думал, то, что чай, ну, вот это, то, что они выкупили Сноураннер. Думал, вот эти грязь и все такое прочее добавится в ферму 22. Но нет. Получается, они их просто еще изучают и добавят в следующую ферму. А какая будет следующая, непонятно, то ли 22, то ли 23. Потому что обычно она шила не четной стороной. Сейчас она идет в четной стороной. И после этой версии пошла четной. Выживалочка одиночная Amongstress, где бегаешь по лесу, собираешь, строишь свой дом, изучаешь. Ее можно поиграть. Ну, заходите, моихкнете там где-нибудь в чате. Запущу, поиграю. Так, еще какая-то мод. Остальные игры начинают мне уже, если по названию мне неизвестно, значит неизвестно. Абзу у меня, по-моему, в стиме есть. Это подарочная обу-плеи. Алан в байке. Алиен Арк. У меня, получается, есть в стиме купленная. Это здесь подарочная. Ассасин Синдикат подарочный. Астез. Тоже подарочный. Бад. Бэтмен подарочный. Так, а что у меня здесь встальчик? Сейчас, зайдем до какого у него будет списка. Ну, если я здесь... Ну, если из тех игр, что вот здесь есть. Сейчас вот темные, не установленные. Я скажу, что я... Ну, пока вот эти шесть в одном ряду, я их не покупал. Вот эти шесть тоже и не покупал. Тарк. Синдикат тоже не покупал. Вот. Красис Ремастер. Первую, вторую, я покупал. И вторую тоже покупал. Первую я прошел. Но первый я прошел как? Обычно стримеры запускают игру и начинают ее. Как запустил я Красис Ромастер? Я запустил игру. Вступление прошел, настройки сделан, сохранился, вышел. Перешел в папку с игрой. Нашел файл. Открыл файл блокнотом. Прописал в файл брать все оружие, брать все патроны. И все. Мне больше ничего не потребовалось. Только все оружие, все патроны. И все. И за счет этого я прошел первую часть. Не включал ГУД режим и ничего с ГУД режимом такое точно не включал. Просто боезапас и оружие включил. Второй, третий Красис, я не знаю там где что переключать, мне придется идти как и на есть. Так, ну, Дэд Бодо Лайт. У меня есть в стиме, здесь тоже самое подарочное. Так, дизельные братья я устанавливал, играл как-то. Есть вроде как, возможно есть на канале. Элиты, Дрангиоз, космические бои, я в них еще не играл, но установил. Так, это строки, теги, подарочная. Фарма 19 подарочная. Аду, это файт, фартнайд вообще бесплатная, это подарочная. И это подарочная. И это подарочная. И гт опять подарочная. Хитман подарочная. Плюс каста 4 в подарок. Ну, метро тоже все. Здесь вообще все в подарок. Пока здесь вот то, что сейчас присутствует на экране. Я еще ничего не покупал. Рэмхант. Есть у кого-то из игроков в дискорде. Вот, можно поиграть. Она здесь бесплатна, в стиме бесплатна. Саймпроф. Рэдж Компани. В Рэдж Компани она появилась не в стиме, начально, а появилась здесь. И она появилась здесь, как уже в бета-версии. Я был бета-тестером этой игры. Потом она уже перешла в стим. Рокет Лига, наоборот, и стим перешла в Эпигеймс и стала бесплатной. А вот здесь. Рэдж Компани. А вот здесь. Я стараюсь теперь. Вон какой-то. Батлефилд. Космический. Вот здесь. Но я в него еще не разумихнул. Это плейл скайстип. На этом. И цикл. И цикл. Соскрейк. Как он там называется? Блин. В общем. Где? Один. Два. Либо четвером можно играть. Типа Пабга. Сумрайдер. Джекмания. Тропико. Варфрейм. Могу поделить Варфрейм. У меня есть аккаунт в стиме. Ну, сейчас. Дойдем до стима. Вот такие игры у меня были в Эпигейме. У нас остается последний аккаунт. Это стимул скай. Так. Давайте начнем с стрелявок. Разбернем. Разбернем. Офект. Упругость. Главное выживание. Она переведена на русский. Что там такое? Я без понятия. Потому что я в нее еще не играл. Вообще никаких. Видите, подвижек нет. Как бы должно что-нибудь появить. То я в нее еще не играл. Десять шестьдесят одна минута. Алиенс предатор. Арма. Десять минут. Дейс. Почти три часа. Арма. Два дейс. Десять восемь минут. Десять минут. Тарма. Три. Пять часов. Ассасины пошли. По так же. Где-то я, ну, получается, я этих ассасинов брал. Ну, ну, те, которые ассасины есть, они, как бы, куплены здесь. Но должны быть запущены на... Но убои. Куплены, но не икраны. Бэтмены. В стиме уже меньше игр, которые я получил в подарок от системы. Здесь в основном уже все купленные. Я буду помаленьку пролистывать. 10 батл. Это бесплатная игрушка. Я в нее играл. Должно было в бета-тестерах. Как будет вдруг запустить вдруг свой стрим, зайти в общаться. Потому что именно от них я узнал об этой игре. Не совсем друг, но ладно. Вон то, что в моем голове. Сантрам, трусик. Сантрам, трусик. 95 гигов. После вчерашних настроек у меня скачалось и установилось в течении 5 минут. Хант. Хант игра и хант тест сервер. Но мне пока сама игра не зашла. Снайперы или могут опять пройти версия 2, версия 3, версия 5, 4, если хотите. Насчет снайпера. Могу попробовать пройти что-нибудь. Здесь надо будет еще приводить. Кто-то внука обиделся от плачек. Рейнбоу 6 у меня почему-то идет с подлагами. Даже после перенастройки на минимальные настройки игры. Ну дивизия первая купленная здесь запускается как бы из-под. Томплея. Томпрайдер. Трибис. Трайбис. Трибис. Она наподобие как это. Как это. Варфрейм. А, ну вот. Трибис это то же самое, что как бы. Варфрейм. Так, а появились намного раньше. War Thunder. По этому. Ну сейчас закончим здесь. Я запущу. Что запустилось нормально. Так, Варфрейм. Варгами. Стратегия. Варкрафт. Вархаммер. Варкрафт. Вархаммер. Будете смотреть. Ну если будете смотреть хотя бы. В записи после стрима. Напишите. Что хотите видеть. С удовольствием. Понимаю. Из всех ворумс. У меня в основном нужны сейчас вот эти. ВД. Но поучаствовать. В. В. Мультиплеере. И не получилось. Места не было. Изброс. Так. Давайте с них. Пойдем. Сейчас тут были стрелялки. Стратегия. Стратегия. Петька Василь Иванович. Из стратегии. Я здесь играл. Аниматия. Аниматион. Водли. Это составлял. Делал из карточек картиночки. Компании. Их герои с. Конструктивный симулятор. Козаки 3 и красавы. А еще пробовал играть в нордкарт игрушку. Все остальные уже не играл. Ну в симуляторах уже маленько это American Truck, грузовики, механик-симулятор, тоже начинал играть, не завершил. Грубо говоря, в симуляторах незавершенная карьера у меня American и Euro Truck симулятор и механик-симулятор. Но механик я бы заново начал. По компьютерам я бы заново начал. Ну, если честно, я бы все заново начал. Кроме 22-й, потому что я ее только-только начал. Хотя нет, 15-ю, 17-ю, 19-ю и 13-ю я бы и не хотел заново начинать. Потому что привык 19-й переходить на более низшее уже как-то неохота. Потому что мне предоставили доступ к вип-модам на 15-ю, 17-ю ферму. Я тупил минут 30, вспоминая, как что действует. Как, что должно действовать. Переходим в раздел программы. Здесь у нас Xplit. Обновленный, блядь. Блин. Обновленный, блин, Xplit. Потому что та версия Xplit, которая дошла комплектом к моей карте видеозахвата, мне она нравилась больше, чем сейчас вот эта вот новая версия. Там нет того, что было там. Да, она была платной. Да, у ней было не те функции, которые сейчас есть в других программах. Там были функции такие, как... Сейчас, конечно, я перешел с PlayKey 7 на OBS. Вот по сравнению с Xplit'ом той версии, в VPS появилось только что при запуске. Ты выбираешь создать трансляцию, либо запустить уже имеющую трансляцию. А раньше было в VPS только одно. Сразу запустить, настроить трансляцию и дождаться определенного времени и начать трансляцию. А в Xplit'е было то, что ты можешь либо выбрать трансляцию, либо создать трансляцию и прямо начать ее. Поэтому я и пользовался. И сходил всякими разными способами, чтобы не покупать лицензию, а пиратски продлять ее. А в основном я любил пользоваться только лицензией. Только что по баксам раньше стоил маленько дороговато, чем сейчас. Но сейчас даже если бесплатно и платно, это уже не те функции. Поэтому можно создать заставку Windows. Красивую анимационную. Только что, чтобы она работала, надо, чтобы эта программа была запущена. Иначе эта анимационная заставка на Windows не работает. По крайней мере, раньше так было. При стримах я пользуюсь вот этой программой. Овечка-чат. Шип-чат. Ну, овечка нарисована, значит, овечка-чат. Шарекс. Вроде как, с ним можно тоже как бы видео записывать. Ну, было бесплатно, установил. Круто не чат. То же самое, что и шип-чат. Только шип-чат маленько обновленный. Это тестеры системы. А это вроде как обработка видеофото. Мовави. Мовави. Четыре программы. Ну, по крайней мере, я начинал изучать их, но сейчас почему-то забросил. FPS-монитор показывает более правильный мониторинг системы по сравнению с тем же Steam и с другими программами. Так, что у нас здесь еще есть? Ну, вот это я пользуюсь часто. Вы могли видеть по стримам. Делаю очистку. Вот это то же самое, что и перед стримом. Вот, например, у вас стрим в 21.25. Вы в 21.20 перезапускаете компьютер. Компьютер запустился, он у вас чистенький, никаких браузеров, ничего. С этого вы запускаете стрим и пошло. Я, в свою очередь, не перезапуская компьютер ничего, просто запускаю эту программу, кликаю. Она у меня проходит очистку системы. Запускаю стрим. Чтобы не было вот этого перезапуска системы, чтобы... Ну, более... Она происходит более быстро. Ну, в основном она создана для тех систем, у которых вместо... SSD диска под Windows находится HDD диск. Это вообще замечательная штука. Но, так как у меня уже два года SSD, я на всякий случай ей иногда пользуюсь. Это какой-то комикит. Активная программа тоже самая, что и OBS. Это я пользуюсь, чтобы... Фотографии переделать. Ну, а этот 3D Mark, он для этого... Для теста системы. А здесь у меня нет сертирунной игры. По разделам не разбитые. Много чего не... Может быть интересно, может быть нет. Сейчас просто пролистаем и посмотрим. Сейчас просто пролистаем и посмотрим. Копленные есть, некопленные также. Копленные есть, некопленные также. Если что-то понравилось и я быстро прокрутил, можете остановить видео на определенной минуте. Выписать... Чтобы пройти. И тем самым написать ее в чате. Чаннер GTA с открытым миром. Пятая у меня почему-то не запускается пока. Рокстар мозга компасит. Вот так. Я... Практически... То, что... Мне... Нравится... Что-то с этим миром. Типа GTA. Я сюда добавил. Я бы добавил следующий Хоризон, который я пытался играть. Но она у меня получается пиратская. Что-то в этом году я начал... На пиратской... На пиратскую продукцию поддерживать. До этого времени... Я пиратской продукцией вообще не пользовался. Вот. Центров Чатрит. Грубо говоря... Как будет доступен мне в игре... Вертолет. А это... Ум... Ум... Второй, третий уровень. С этого... С этого момента я начну доминировать в игре. Другу помогал... Ну... Вдруг, получается, дошел до... Какой там уровень. То ли седьмой, то ли восьмой. Позвал он меня помочь ему в игре. Ну... Я захожу в игру. Смотрю на его... Сессию. Ну... Грубо говоря. Мир. Беру машину. Уезжаю. Он такой доехал. Я говорю. Я сейчас вернусь. Через некоторое время... Пишу ему. Пусти меня в свой гараж. Вертолетный. После этого... Ну... До миссии еще пока там не доехал. Я быстро все это сделал. Потому что... Аэропорт... И... Военный... Как он называется? Военная база недалеко расположена. Там на вертолете взлетел. Спрыгнул. Взял боевой вертолет военный. И все. Быстро его сохраняешь в гараже. После этого запускаешься. Садишься у него. И он уже такой. И... Блин. Все миссии. Где надо... Уничтожить кого-то. Пешеходного. Все такое прочее. Без высад... Без твоей высадки. Это... Так. Пушинка. На снегу. Чуть красая. Я вообще ни в одну серию не играл. Напишите. Поиграем. Есть первая. Десятая. Третья. Это мультиплеерная версия. Четвертая. Есть в эпигеймсе. Бесплатная подарочная. Гоночки. Ну... Гоночки. Мы перешли в раздел гоночки. Гоночки. Моя страсть. Мое... Мое... Мое вдохновение. Гоночки. Раньше хотел стать фигунчиком. Формула-1. Не попал. Не дошел. О да ладно. Ну... Секундочки. Что доступно. Дирт. Дирт. Ралли. У меня получается. Первый мой компьютер. 486. У него была Дирт. Ралли. В первой версии. Ну... В общем какая-то Дирт. Ралли точно была. Потому что я помню название Дирт. Ралли. Так. Установлено здесь только... Где АТС-2. АТС-2. И Форза-4-5. Остальные пока не установлены. Да и смысл установлены. Если никто со мной не играет. Никто не предлагает их мне пройти. Линк энд ролл. Это игра от новосибирских. От моих разработчиков. Получается. Ихние первые игры были Дальнобойщики-1. Дальнобойщики-2. Вот эта игра. У них заняла более 6 лет. И то выпустили недоделанную какую-то. Тест-драйв он лимитед-2. Здесь некоторые задания просил пройти друга. Скидывал ему свои данные. Чтоб он уводил у себя и проходил. Вот эта игра. Врэк. Рэс. К. Фест. Получается. Оригинальное ее название. Крэшдэй. Это просто ее переименовали. И сделали более красивый и удобный. Выживание. Из последнего то что установил. Прошел. Была вот эта игрушка. Я ее прошел за 5-2 часа. Кто-то ее прошел за 2 часа. Ну, как мне посчастливилось ее пройти, так я ее прошел. Арк. Ну, я в нее недолго играл. Конан. Куплен. Но не игран. Так же как все игры стима. Большее число игр стима куплены, но не играны. Не с кем. Ну, первое. Не с кем. Второе. Иногда вообще некогда. Третье. Есть с кем и когда. Но после такой работы как у меня. В основном я засыпаю. Ну, я час проиграл. Остальное я могу уснуть. А чтобы найти работу, которая была под 50. И сон не тянул в этом. Блин. Искать надо. Очень хорошо искать надо. Фавлоут. Вот. Который я обозрел в начале. Который я обозрел в начале. В Forth Games. Она как раз и была. Я там начинал на фавлоут играть. Вот она сейчас в стим пиеле шла снова. Так же верней. вот этот крусис вот три два драгон это раздавался здесь и его раздавался в итоге я получил здесь и там фар край прямо подарочная подарочная здесь она а так как она здесь подарочная там она уже бесплатно в общем божевалки по росту были свои сервера так это подарочная а друга на именины в 21 году ну в общем 21 году ах и все и избранные игры Brawlhouse в которой много пользовать можно со стримерами поиграть Destiny ИТС АТС вот вчера перебрал настройки этого маршрутинзатора включил там какую-то ускорялку и игра Fallout 4 95 гигабайт установилась за пять минут для теста ну вот Play K7 в избранных находится я ей пользовался я ей пользовался грубо говоря до января месяца до середины января то что интересно написал в ютубе прямая трансляция у себя такая-такая игра все такое прочее картинку там кодеки все это вы вымерил выписал в игру заходишь только кнопочка нажимаешь и все у тебя трансляция пошла в обессе кнопочка нажимаешь до выскакивает галочка записать трансляцию либо настроить трансляцию а управление трансляции или запустить трансляцию когда я нажимаю запустить трансляцию он мне высвечивает то что надо создавать либо уже созданную выбирать мне больше всего нравилось то что нажал кнопочку и трансляция пошла вот сейчас это есть раньше такого не было раньше это где-то лет 6 назад ну что три года я просидел xpld2olan я просиделuch quica2 года и просидел какой-то неизвестной программе потом 3 года и просидел в xpld два года я просидел еще в ВК шестой и седьмой где-то два с половиной три года и вот сейчас только перешел на ОБС хотя начинался ОБС блин так ладно мы все смотрели что у меня есть ну здесь командный центр у меня бонусов мало они сейчас проверю показать больше показать все показать все развернем помните у меня был стрим в этой программе сайта получается квест по тиктоку не прошел квест по War Thunder не прошел квест по Crossfire не прошел но по видео по добавлениям они написали типа я не привязал аккаунт я скинул видео и написал под каждым временем с какого по какого времени я комментировал фотографию и скидывал сказали на этих выходных подумают и озвучат свою тему скидывал если что я вам озвучу если нет я продолжу я попробую в в в это как ее в 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 Сейчас предлагают минимум 7 боёв. Запущу трансляцию своего старого стрима. И оттуда 7 боёв вылежу и вставлю к ним сюда на сайт. Если проканает, я вам всё подробно напишу. Ну а пока, спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. До свидания. Найду. До свидания.